Мы сегодня будем обсуждать такую тему, как user generation content, пользовательский контент, который сегодня и в данных условиях для белорусских независимых медиа имеет очень большое значение, и это значение возрастает с каждым днем. Мы сегодня будем обсуждать с редакциями «Еврорадио», «Тотбай», «Ношение его», «Онлайнер», то, как сегодня происходит работа с пользовательским контентом. Мы начнем с первого пункта. Я просто буду просить тогда вас рассказать, насколько возможно раскрыть эти данные, эти цифры, как вы оцениваете, как сейчас обстоят дела в ваших редакциях по сравнению вообще с довыборным периодом, как много присылали вам раньше пользователи какого-то своего контента, как это изменилось с августом. Возможно, в последний месяц, когда белорусские медиа столкнулись уже с неприемлемыми условиями работы, пользователи начали присылать еще больше контента. И, наверное, будем говорить также в этом блоке о том, кто эти люди. Это одни и те же повторяющиеся активные участники, либо это какие-то каждый раз новые, вы их идентифицируете. Ну и чуть позже мы перейдем к вопросу о верификации. Я, наверное, буду без микрофона какие-то вопросы вам в подсказку бросать. И мы начнем, наверное, тогда с Анны. Я выгрузила цифры. На самом деле посчитать пользовательский контент очень сложно, потому что много всего на разных площадках в разном виде. Я, наверное, скажу, где мы принимаем пользовательский контент. У нас есть не только Telegram, у нас есть еще Viber, Instagram, почта. На почту падают еще штуки, которые нам пишут через обратную связь, ну, через форму на сайте. И есть еще Viber, который у нас очень классно получилось развить. Там сейчас пишут, ну, ведут Viber живые люди, и читатели вступают в переписку с этими живыми людьми и тоже довольно много информации присылают. В общем, я все посчитала довольно оценочно. Ну, в день в среднем нам сейчас приходит Viber около 100 сообщений, в Instagram там в районе 200, наверное. Ну, это включая отметки и прям прямые сообщения. У нас есть такая штука, как Angry Space. Там это такой сервис, где объединены все сообщения, которые нам приходят в Facebook, ВКонтакте, в Одноклассники и в Twitter. Вот эти четыре площадки. Там в среднем по 50 сообщений в день. И, внимание, Telegram. Ну, в среднем мы за последний месяц получили 1600 сообщений в сутки. Но во время акций, во время каких-то больших протестных мероприятий мы получаем гораздо больше. Ну, а в какие-то спокойные, скучные дни гораздо меньше. Конечно же, это гораздо больше вообще весь этот вал информации. Это гораздо больше, чем то, что было до августа. Например, найти какие-то точные цифры за старые периоды, ну, мне казалось, очень сложно. Но у нас сейчас есть инструкция, как принимать обратную связь. И там эта инструкция в последний раз обновлялась в июле этого года. И там написано, вот, Telegram, туда-сюда, отвечать вот так. Вот, я посмотрела вчера, нам в Telegram написали 13 сообщений. Мы сейчас на эту инструкцию смотрим и, конечно, нервно хихикаем, потому что в Telegram идет очень большой поток информации. Вот и все. Кто эти люди, насколько я их идентифицирую? Большая часть переписок у нас, ну, единичная, просто человек вдруг что-то увидел, решил нам скинуть, и больше мы с ним никогда не общаемся. Но есть и постоянные читатели, которым вот нравимся конкретно мы, они постоянно нам написывают. Ну, на самом деле у меня такое довольно отрывочное восприятие. Очень сложно, ну, такое большое количество людей запомнить. Ну, вот нескольких персонажей я запомнила. Например, у нас есть девушка, которая целыми днями мониторит районные чаты. И вот все, что она видит важно в районных чатах, она нам присылает. Очень нас спасает, потому что мы читать районные чаты так внимательно не можем. Вот есть читатель, который ходит на все акции и всегда неправильно считает. Например, он пишет, мимо меня проехало 300 велосипедистов. Ой, нет, 700. Присылает видео, и там 40 велосипедистов. Но он ходит на все акции, всегда пишет, тут тысяча человек. Очень классный. Очень его ценим, потому что он тоже, ну, он повсюду и очень нам помогает. Ну, как минимум, фотографирует и записывает видео. Еще уточняющий вопрос. Вот как-то изменилось вообще состав редакции? Сколько людей там до этого работало? И как сейчас вы управляетесь? Смотрите, раньше, ну, вот в июле у нас один человек отвечал за все, что нам присылают пользователи. Примерно в день выборов мы поняли, что мы капец не справляемся. Вот, и, ну, вот первую, наверное, неделю или две или три у меня все смешалось, извините. В общем, первое время после выборов мы попросили примерно всех нам помогать, разгребать обратную связь. Нам очень повезло, у нас большая редакция, большая компания. Вот, и поэтому много-много людей подключались. У нас там были смены, какие-то пересменки. Мы писали там для всех инструкции. Была супер неквалифицированная рабочая сила. Вот, и все закончилось тем, что у нас сейчас два человека постоянно читают сообщения, читателей, и еще несколько человек включаются время от времени. Например, во время акций у нас, наверное, три или четыре человека читают сообщения. Вот такие дела. Ну, колеи закрыли, забанили, скажем так, нас с разными, там, с иншими ресурсами, основный наш сайт, nn.by, и мы переходили с домена на домен. Там полная колька с Дион у нас фактически не было сайта, таму, што мы пакуль пераносили са строга домена на новые. И так сама там была непэлнасть, што будзе з новым, будзе знов баниць, не будуць баниць. Граце, основным каналам коммуникации нашей стал Телеграм. И разом с Телеграмом стал суперважным наш Телеграм-бот, пакольки он гарантует анонимность людям. И туды можно, як бы, беспечно переслаць поведамленье. Мы не можем отсачить, хто гэта, таму, што там все, ну, практычно усе, яны ставець, ну, не дазваляець, як бы, открыць там свой, там, телефон, ясчэштовасця, все дасылаяць поведамленье анонимна, табук мы пераписываемся просто с нашими читачами. Мы не ведым, хто гэта, и, напэлна, ў теперашней ситуации гэта добра. Ян, людзе отчуваець себе баспечны, и тамо нам валам-валам идуць туды и поведамленья, калі ў звичайны, ну, вот тепер, напэл, будні дні, там, ну, боўш за сто приходзець. Я сёня спытала ў каліях, ніхто докладно не може сказаць колькі, ў нас нема махчэм істё отсачваць, просто это все валіцца, 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 і мы неаспынным таким режиме разгрэбаем, причэм это пераходзець з рук у руки, таму што ў нас нем нема особного чэвэка, які там сачваць толькі заботам, гэта от одного дзяжурного пераходзець до другога, от другога до третьога, от третьога до четвёртога, пасля махчэх хтосі пераглядзець, там ці штосі важныя мы не прапустіли, табок гэта такой кола, кэта ходзець з рук у руки. У дні протэстаў, там, ну, по моіх очуваннях, божж за піццот мы атрымліваем, гэта докладна сотні, я не могу назваць конкретную лічбалі, гэта сотні, сотні, сотні поведамленьяў, просто што іще складаны, таму што чалэк можа преслаць там сорок фотосдымкаў, і аны прыдуць як сорок поведамленьяў, так, таму тут зновжа, як размяжоваць, не вельмі зразумела, як лічіць. Гэта нас вельмі, вельмі, вельмі ратуе, што змянілася ў вогулю працы редакція, гэта тое, што, калі ранее дзяжурныму вэпредактораму першую чергу трэбула займацца сайтом, то ціпер без асобных дзяжурных вэпредактору для Телеграма просто немагчыма. Табак ў нас стала працы, ну, ўдвая більш просто таму, што іначе немагчыма, падрахоў інфанагот стала неверогодна більш, таму і більш каналов, і більш інфанагот, таму загрузка, канешня, коласальна, асабліва для вэпредактору, каторые працуюць с поведабленнями, каторые працуюць с форміраванням і адсочванням навіновай стушкі, вельмі складана. Але плюс учім, плюс і тым, што гэта абсалютна унікальная інформація, каторую мы не можам задабыць, тому што мы не можам быць усюды, а наші чітачі, яны паусюль, і то, што не можам зарабіць мы навад на акціях, робяць чітачі, там, не знаю, фотосдымкі і віда зверху, яны прасылаюць там таймлапсы некі, робяць самі, там, ставяць камеру, записываюць 30 хвілін, вот колькі іде, 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 поток, пасля самі то все мантуюць і дасылаюць нам гатовы прадукт, які па журналіста заняў давалі шмат часу, таму што гэта трэба 10 лакацію, там, кропку заняць, пасля это нон-стоп здымаць, пасля мантаваць, накладываць іще музыку, і пасля адправляць. А мы атрымлюмаўем гатовы прадукт, і за які чітачі нічого ад нас не просаць, мы просто ім дзякуям і викрыстовым гэта. Тому гэта суперважна той, што робяць людзі, той, што людзі усведамляюць, што сёння яны асноўна краніцца інформація для меды, осабліваў сітуація, калі, так, рэпорцёры нон-стоп затрымлюваюць, там, някіторых навад перад акціями, някі што не паспіваюць заняць пункт сваю прац, а ўжо яго забралі. Гэта, 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 гэта. І таму мы вельми-вельми дякувам нашам чатычам, каторые нас не кідуют гэта, 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 гэта. Я начну с того, што вообще ЮДЖСі в екосистеме онлайнера всегда играл очень важную роль. Вот сісшас конкретно нужно чётко вот разделяць мирную повестку от протестной, потому что это совсем принципиально разная и структура пользовательских сообщений, и количество этих пользовательских сообщений. Если у нас всегда пользовались большим спросом читательские истории, которые нам присылали конкурсы, они у нас в принципе и сейчас проводятся, о том, как там, допустим, человек обустроил свой дом. Это совершенно принципиально отличается от того, что связано с протестной тематикой, потому что таких сообщений мы получаем во все соцсети, очень много. Счет идет на сотни. Я, к сожалению, сейчас конкретными цифрами просто не готов поделиться, потому что наши ребята не занимались такими подсчетами просто. Они ориентируются на сотни сообщений ежедневно, из них десятки мы точно берем в работу, каким-то образом обрабатываем, верифицируем, каждое сообщение проверяем доступными нам способами. Если у нас есть хоть малейшее сомнение в достоверности этих сообщений, мы, естественно, их в работу не берем, потому что это чревато. Есть какие-то люди, которые, естественно, постоянно нам присылают и в чат-бот сообщения, и в социальные сети. Мы благодарим за это. И знаем каких-то уже ребят и сами у них просим. Вот у вас там есть какая-то хорошая локация в такой-то точке города. Вы там так прекрасно нам из окошка присылали видео. Можете поделиться и в этот раз. Парень говорит, ну да, конечно, могу. Либо, вы знаете, меня сегодня дома не будет, я гуляю где-то неподалеку, поэтому не получится. Да, бывают такие, но вот всех, естественно, не упомнишь, поэтому очень много разных людей из разных точек и Минска, и Белоруссии присылают свои сообщения. Тут даже немножко обижаются, что вот у нас тут в маленьком городке, вот смотрите, вот тоже тут движуха какая-то. Вы не пишете, но понятное дело, что мы про все просто физически не напишем, потому что, ну, есть какие-то приоритеты, есть какие-то более масштабные акции, а есть какие-то, ну, очень локальные такие истории, которые, ну, увы, не находят отражения на сайте. Естественно, Телеграм. Естественно, Телеграм сейчас чат-бот – это то место, куда просто вот вал и же даже не минутные, а секундные сообщения идет. Это и какие-то информационные сообщения, и просто пожелания читателей о том, как бы нам стоило писать, не о чем бы стоило, а как бы стоило. Таких сообщений очень много, мы стараемся на каждое сообщение как-то реагировать, благодарить, брать контент, если он заслуживает внимания и какую-то ценность представляет из себя. Раньше до выборов, до вот начала всех протестов у нас, ну, вот занимались конкретные ребята, которые, ну, ведут все наши соцсети, обработка этих сообщений. Но сейчас этим так или иначе занимается большая часть редакции, потому что, ну, если кто-то видит по своей теме сообщения, то есть пишет там в какой-то рабочий чат, я возьму, допустим. Если это работа конкретно на какой-то акции, то, ну, вот несколько человек, они просто постоянно мониторят и уже между собой принимают решение, кто возьмет какую-то тему и займется ее обработкой, верификацией. То есть, ну, понятное дело, что даже вдвоем, втроем это сделать все нереально, поэтому как-то вот, ну, толокой приходится в данном случае действовать. Спасибо. Я хочу передать слово Павлу. И, наверное, Павел, кроме того, что ты расскажешь, как обстоят дела на Еврорадио, да, по сравнению с довыборным периодом и как сейчас организована у вас работа, как много вам присылают ваша аудитория контента, сразу ты, может быть, перейдешь на этап верификации, как вы с ней работаете? Ну, глядите, тут я не хочу повторяться, потому что Еврорадио таксама, як у ива усіх Телеграм выраз истотна за поствыборный час. У нас было 4,5 тысячи недзе корыстальников Телеграме на 9-го жнивня, а теперь у нас 36 тысяч. Ну, и пропорцийна узрасла колькасть информации, якую мы просто Телеграма отрымливаем. Тоя самая, гэта десятки у будня дни, сотни у дни, калі адбываюцца акции, паведамленью з некой информации, і фото, і видео, і гэтак далей. Тоя самая, ранее у нас, канешне, Телеграмом займаліся найперш СММщики, і яны перакидвалі ў працовны чат тоя, што там знаходзіли, цяпер туды ў чат-бота зазіраюць абсолютно усе, і ў пошуках тем, і калі не справляюцца ты, напрыклад, хто працюе на акции, каб да памахчы ім апрацываць ніяка вида, там, і гэтак далей. Ну, табок тут вельмі падобная сітуація. Хачу сказаць, што кожную акцию, перад тым хвілінаў за 10-15, да того, як знікае інтернет, мы паспіваем ў Телеграм, накераваць такое паведамлення, дасылайце, калі ласка, нам все, што бачыце важнага, чуець, паспелі сфотаграфуваць ці зняць на відео, ці ў вогулі просто записаць. Вось, і, ну, на гэта, натуральна пасля гэта гадбываецца такі ўсплёск актывнаці, абок трэба нагадываць людзям, што мы ёсць, їх дапамога нам неабходна, вось, ну, і они тады з радыстю адгукаюцца. Часам атрымліваем мы фотосдымкі ў такой якасті ў Телеграм, што можна, ну, на такім групавым фото с акцій разглядзіць кожны твар, вось, і, баюся, калі ў силовіков ёсць таксама такая пэхніка і такі фото, як ў нашых слухачоў, то пытання ідентифікаціі людзей, які тады ходзіць, на жаль, вельмі лёгкая. Вось, што да праверкі. Безумовна ўсё правераяцца. Найперш, трэба сказаць, што мы заўжды базуемся на тым, што бачыць наші журналісты. Нас-та сказала, што журналісты не могуць быць паўсюль, гэта правда, ну, але журналісты, які апрацуюць на акцій, яны ведаюць, што адбываецца там-ці там. Калі ў Телеграм нам пішуць, што некага закидалі светло-шумовымі гранатамі, цалкам махчыма, што это не светло-шумовыя гранаты, а стрэлы з травматычнага пісталета, да, светло-шумовымі патронамі. Складана вельмі гэта высветліць без того, каб журналісты, які там был, не распавёл, якой гучнасті стрэлы, якой яркасті выбухі, вспышкі ён чул і бачыў. Табак, ўсё ж такі, ўсё грантуецца вось на такой праверцы. Ну і далі, звычайная журналістская праца, факт-чэк, праверка того, што дасылаюць. Напраклад, ўчора был такі момант, нам даслали ў Телеграм, зельмі ў пэўніна чалавек распавядал, што Макс Хорошын, вось якога збілі падчас затрымання, гэта сын Пракоп'ева. Вось і каже, ну, ўсё ж тепер зразуміла? Вось за што? Да, яго збілі. Ну, калі пачынаеш правераць эту інформацію, адразу робіцца ясна, што не, ўсё ж такі, за што збілі Макса, так, паранейшаму, не зразуміла. Вось, абсалютна звычайны жыццёвый працэс, іде факт-чэк. Не скажу, дарэчы, што мы не памыляемся, на жалля. Таксама, бывая, што нам дасылаюць інформацію вельмі падобную да правду, і мы ёя крутім, верцім з розных баку і вырашаем паставіць. Ну, вось, калі мы ёстаєм ўже ў свою стушку, інформація пачынае праверацца чытачамі, якіх нашмат больш, чым журналістаў Яур-Рады. І вось гэтай чытачы влёгкую знаходзіць доказы таго, што ўсё ж такі ўсё было не так, крыху не так, крыху не там, і гэтак далі, і гэтак далі. Ну, тады даводяцца празнаваць свою памылку, ўносіць карэктывы і выбачацца. І можа тады ўжо, дадай, калі ласка, які мядыя прадукты вы робіцца, вы неяк змешваецца з вашым редакцыйным контэнтам, але я гэтай ці гэ некія асобныя рубрыкі прадумляецца, што вы робіцца? Ці просто ў Тэліграмі постіці як контэнт? Ну, мы, калі гэта контэнт ад слухачоў, ад чытачоў, мы звычайна дзякуем пад постамі ім за фото, ці завіды, якоя яны даслалі. У прынцапе, можна так паглядзець, якая доля контэнта UGC, а якая ўсё ж такі аутарская ў Єурарады, ну, даволі вялікая UGC. Але вось так яго можна адрозніць. Насамрачні, каторые нашы, мы з ўсімі размавляем, ў кагу мы бярым контэнт, і не каторые просаць ўказаць їх аутарства, мене гэта радуе, тому, што, ну, добра, што людзі не баяцца, вось, што яны хочыць, каб пад їх фотосдымками бало падписаная їх імя, ну, не глядзэчы на тое, што яны іх ананімна дасылаюць прас телеграмнам. Вось, ну, і, канешні, калі чалавек так себе паводзіць, гэта крыху палягчая праверку, вось, калі чалавек гатова сваім імём расписацца, за тое, што ян дасылаю, ну, гэта значыць, што ўсё ж такі адказныць за сабой адчувае і не ся. А так, канешні, гэта телеграмная ананімнасць, яна, все ж такі, людзей крыху разбешвае, і яна развязвае руки ў тым ліку і тым людзям. Я ўпэвнене, што такі ёсць і такіх шмат, і мы так сама адрывленуем ад іх паведамлэнні, які мкнуцца пасадзіць журналістаў ўлужану, да, прымусіць іх што-небудь напісаць, распавсюць які-небудь фэйк праспаведамлэнні ад сабе, вось, ну, а пасля гэты факт афішаваць, вось, ну, і адна з галонных наших, канешні, мотываць, гэта не патрапіць вось на такое. Не, мы ніяк не адрозніваем телеграм-контэнта ад іншого контэнта. На сайт ў нас трапляе не ўсё, што мы публікуєм ў телеграмі, але калі яно трапляе на сайт, яно там, ну, ідзея, звычайная навіна. Ну, табак, редакторы навінау, яны працують з гэта інформація, як із льбої іншай. Дзякуй. І мы, наверно, тагда періходзім к этому же блоку, да я папрашу адвеціць наших редакторів, как вы веріфіціруйце контэнт, какого плана медійный продукт у вас получается і відлічається ли он, якщо відлічається в телеграм-каналах і на сайтах? Ну, ми з веріфікацією обычно діляємо що? Якщо нам текстом, наприклад, люди що-то пишуть, то ми з большой критикою. Ко це ми обоціємо відносимося, тому що люди, як Паша сказав, можуть щось неправильно понять, щось перепутати, чи навіть намерено соврати. Але часто, якщо щось прямо щось відбувається, зразу відбуваються і фото, і відео. І якщо є фото і відео, і на них все доволі понятне, то ми обычно довго не парімося, в міліцію не званим, тому що вона з нами так себе сподівається. Сразу просто публікуємо в соцсеті, і у нас онлайн, і зараз ежедневно на сайті. Ну, то есть, например, вот последне, що було, це, наверное, такого шокируючого і быстрого, це, що в понедельник применили вот там що-то взрывающееся на марші пенсіонерів. Ми не розбиралися, що там, якого вида, ми просто поставили спецсредства, вот бабахать з одного ракурса, вот з другого, а потім уже через, наверное, 10-15 минут у нас появилась своя съємка от репортерів, ще більше ужасна і пугаюча, і ми їй дополнили эту інформацію. У мене є жасна історія про веріфікацію, просто чудовищна, со вторника. Во вторник в районах чатах був флешмоб, і все решили публиковать то, чого не було, щоб збити силовіков з толку, щоб вони спеціально приїжджали в районі, одеті в тяжелі костюми і уставали. І я так понимаю, чість людей в чатах це не дуже поняла, чи решила нас разыграти, чи решила всіх разыграти. Короче, я не поняла, в якому количестві, але нам прислали видео того, чого не було, точніє того, що було, але в другий день. В тому числе, це було перекрытие дороги на Ангарській. Ми поверили, ми взагалі не привыкли к тому, що читатели нас обманують, тому що, ну, обычно, якщо є фото і відео, ми спрашуємо, де і коли це снято. І, обычно, якщо чоловік що-то где-то там услышав, він як-то сливається з вопроса, а якщо, ну, це його відео, він говорить, це снято там в 21.35, по такому-то адресу. Ну, і обычно ми веримо. Ну, тут нас обманули, вот прямо обманули, обманули. Ми це опубліковали, вот, потім нескільки, там, чоловік 5 нам написали, мол, цього не було, це шутка, це у нас чат такий, шутніков сьогодні. Вот, ми удалили це сообщення, звінились, потім, що чат ангарської був завалений фальшивими блокувками дороги, але при цьому на ангарської проходила реальна блокувка дороги, і люди, які реально блокували дорогу, ужасно обиделись на те, що ми удалили фальшиву блокувку дороги. В общем, всю среду весь чат ангарської проклинал фальшивий ресурс Тутбай, который написав, що на ангарської не було блокувки, коли она була, о боже. В общем, с тех пор, я не дуже верю пользовательським видео, і, ну, кажется, вот прямо на этой неделе ми будем просить у читателей ще більше информации о том, де і коли сняты їх прекрасні видоси, і, вот, іли просить исходні данні файлов. Вот, ніякі телефони, вони показують исходні данні, а вот це ми прямо без вопросів веримо. Вот. Какой продукт? Ну, в общем, у нас все довольно просто. У нас на Тутбай идут ежедневні онлайн, це така гигантская статья, которая бесконечно обновляется. Вот, мы все оперативное ставим в онлайны, і это же идет там в наші соцсети. Іногда пользовательський контент становиться поводом для каких-то отдельних статей. Іногда бывает, що що-то становиться сначала в онлайн, а потім появляється отдельною новостью. Ну, короче, пользовательський контент повсюду, і ми, ну, я не можу сказати, що як-то сильно його відвичаємо, відділяємо від журналистського. Ну, то есть, буває, реально, що читатели успевають какую-то оперативку нам прислати быстріше, ніж наші журналисты. Це все окей, ми все міксуємо, і в итоге получается быстро і вразительно. Ну, про веріфікацію, так, трошку. Вельмі важну, жут мої каліги сказали, што, так, калі ідзе текстове повідомлення, то мы практична завсюду просім дослати фото-виде, тому што просто текст без фото-виде мы не верім яму. Калі ісць фото-виде, так і так, калі і нема, то мы откладаєм, давайте пачекаєм, пакуль буде што з цим пацверджено. Калі гэта повідомлення, дзе згадываються конкретні там людзі, які хучімць абвіновачваюць, то, канешні, гэта, ну, калі мы разумеем, што, в принципі, гэта може быць історія, то тады гэта децеу распрацовку журналістам, які капаюцца і шукаюць інформацію правда-неправда, тому што все, што зараз тычаць абвіновачвання ў чиновнікаў, там, сілавіков, ці щекагості, і нашы нивы ўже так сама зараз пераследуюць акурат за кожды гэтага, тамо мы вельмі-вельмі асцерожна до гэтага ставімся і стараемся максимальна все гэта правіраць, і просто так нікого не учым, ніколі не абвіновачваем, і вогуля не абвіновачваем, а звячайна, расказываем розныя там пункты гляджыня на нейку сітуацію. Што я ще вельмі класно працую, вот я просто адкрыла ў себе ў чаті, калі павідамляюць, чі-то чі пра нейкую праблему, і ты ще не разумееш, важна, не важна, треба браць, не треба браць, вот, наприклад, нам пришло павідамлення, што былі праблему з праходжжанню мытных працедур, што там чарга агромнае, пришло раніце ў някі дзень, пасля прас п'ять гадзін пришло другое павідамлення такоеш, і тады я ўже пастаіла ў чат нашай Нивы, што вот некаркі чатачо у нашай Нивы павідамяли пра той, што адраніце назіраюцца праблемы з праходжжанню мытых пацедур, каментар наші гадзінчача, і калі вам што з тебе даме пра гадзін, напишіць у наш чат-бот. І тут чалавек, практычна адразу, чалавек сім написала, причім аз абсолютно адно і той ж написали, з экспертными такою оценкой, було зразумело, што, в принципі, люди пішуть адно і той ж, пішуть абсалютно розані люди, адначасово, а то бак ясно було, што інформація гэта дакладна, то бак все, в принципі, журналісты ўже не трэба, таму што, адначасалі людзі, які ў гэта темі разбіраюцца, які па сваіх там каналах гэта высветліли, таму што, звычайно, там, офіційнага каментара можна чекаць 10 дзён, і нічого не дачекаць у ванніку, таму гэта так сама вельмі класна працую, калі мы учімсьці неупэвненны, але меракуем, што хучэй за все так і ёсць, то мы не пішім, што гэта дакладна так, а што, вот, пришло такое павідамлення, ці вам штосі прагэта вядомаць, ёсць, то гэта там праўда, дашліцца нам інформацію, фото відаць, штосі ашчэ. І тады чытычы звычайно адгукаюцца, актывізуюцца, альбо праўда, альбо не праўда. Мы так правіралі, наприклад, атаки на, на што там былі атаки, ў нас апошні кіберпартызан, ой, божечки, на падатковы, па-майма, вось, і так самы писалі чытычы, ну, бывае тако, што с этими падатковыми, там так самы, 50% у чытычыў писалі, што так, с доступом праўлэм, і другая палова писала, што ніяких прабалём ў няма, не дуреці галаву. Крацей, ну, так самы пытаўне, ў когось ці праблэма, когось ці не праблэма, што там не заразумела, атаки, не атаки, пакуль не заюся фэційна коментар самой службы. Ну, вось гэта основная, але вельми класна, што шмат історіў ўсплывае тут, пра які мы не ведалі, і там то, што сам ты на вратці накапаеш, просто приходзіць, приходзіць такі полны історі. Бывае, што людзі пішыць там пачатак історі, працляп прац п'ять дзён, а вось ў нас тепер ўже вот так вот эта історія развілася, там з якімі-небудь жылёвамі комплексамі там, які с этімі са стягамі і жкага ваюець, да? Людзі просто вот так вот отсочиваюць своі гісторі і дзасылаюць нам, што вот я вам писал, а зараз ў мені працях, напішіць і калі ласка ісчэ і вось прагэта. Естественно, сейчас мы столкнулись со множеством сложностей в работе, необусловлены і тем, што ну, непонятно, как журналистам в принципі работать на акціях, і непонятно, як журналистам успевать на все міста событий, тому що багато з них разворачиваються где-то в районах міста і в містах, ну, куди ти рискуєш доехати, коли вже все закінчиться, тому дуже багато завісять від очевидців цікавися, 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 сообщение и сомневаемся в его достоверности, мы пытаемся проверить хотя бы всеми доступными нам способами либо найти еще где-то такую же информацию, подтверждающую это, получить в каких-то компетентных или не очень компетентных органах комментарии. Если мы этого комментария не получаем по объективным причинам от нас независим, мы, если это действительно что-то важное и очень оперативное, можем дать информацию по словам, допустим, очевидцев, при этом добавив, что мы пытаемся получить сейчас комментарии в компетентных органах, как только он появится, мы его публикуем, и потом уже публикуем этот комментарий или его подобие. Вот. Еще одна очень важная роль, еще одна очень важная вещь, про которую стоит сказать и про которую коллеги еще пока не говорили, это видео и фото, которые начинают жизнь своей жизнью. Когда ватермарки появляются, исчезают, потом появляются на них новые, и ты уже не можешь понять природу этого видео и просто тупо подписать источник. У нас было такое с видео ребят с еврорадио с этой голливудской истории про такси. Вот, когда мы просто увидели в паблике это видео без ватермарок, поставили его, нам написал Паша, говорит, ребят, это наше видео, мы извинились, естественно, подписали источник, взяли это же видео с ватермаркой. Вот. Ну и стараемся всегда так поступать, но, естественно, иногда понять природу какого-то видео вообще невозможно, потому что оно пережило уже столько инкарнаций, что от первоисточника там не усталось уже вообще практически ничего. Хотя, казалось бы, это видео, это документальное уже свидетельство чего-то, но и оно сейчас уже может как-то видоизменяться. Ну, естественно, пытаемся всеми возможными доступными журналисту способами проверять всю информацию, которая нам поступает. Но при этом, как повторюсь, мы не как-то не дистанцируем вот этот вот контент от остального контента. Вот, мол, сделали вот это мы, а вот это вот читатели, это немножко другого сорта, да, как бы контент. Ну, нет. Читатель — это такой же, ну, это считайте наш стрингер, да, то есть человек, который нам очень помогает в работе. Если он просит подписать себя, мы его подписываем. Если он просит сохранить его анонимность, мы сохраняем его анонимность. Все, как всегда. Первое, с чем ты протягнешь, я прокомментую крыху то, что сказал Александр. Мне сдается, что паблик «Чай с малиновым вареньем» научился вельми талинавито стирать логотыпы з видосу. Вось, я не ведаю, як у их это отрымливается, яку я, ну, и нейросетку подключаюць да этого, ци, які ў их навыки фотошопа и дизайна 80-го лэвела. Вось, але, каль я пабачу видос с таксистам без логотыпа, я просто абалдел, да, вот было, а вот нема. Я, как бы, такое не можа быць, здаецца, а вот можа. Ну, але рэспект каллегам, усім, усе поменяли видос на оригинальный, вось, так што тут, ну, это класно. Вось, ну, и на гэтам я развятаюся з вами, бо сижу дома с температурой, и пайду, караце, лежать пад колду. Ну, а мы будем працягвать. Наста, ты хотела, что-то... Так, я хотела задать. Просто, што вельми важная штука прагучала, пра тое, пазначаться, не пазначать карыстальницкий контент сваим логотыпам. И калі, напрыклад, да, протестных часов, гэта было такое, што, ну, типа, наш фотограф, там, робець якасные здымки, там, вот, профсійные, там, все, там, виды все, там, замантованы, то ў часе выбараў и пасля выбарчага, вось, гэтага калапсу, цепер ўже не важна як, а важна што. И, калі ты не пазначаешь, што гэта працалі твое, чыта чы, твая аудитория, гэта будзе жыць сваим жыцем, гэта будзе аудитория анехта, гэта будзе аудитория чая з малиновым вареньям, там, онлайнер, твая, неважна, тому што ў весь гэта контент, ў он грамадсказначный, і вельмі добре, што яго шэрець там наші калехи, гэта класна, так павінна быць, тому што ёсць речі, які, просто пра які все павінны ведаць. Цепер ўжо не делецца, вот это маё, а вот это не твоё, вот это, калі, ласка, давайте не будзем репостяць, а вот это можыцць репостяць, цепер ў весь контент практична, ў он грамадсказначный, і вельмі класна, што ёсць такое разуменье, ну, мне здаецца, паміш, медэями, да, што ў кожнага там могаць быць розных історий, але аудитория розных медэя павінна прагэты ведаць. Тому пазначэнівыць гэтага контенту свым лаготыпам, гэта класна, тому што гэта, ну, якбы, пазначае, што гэта вот чэта чі конкретна гэтага медэя, там, зауважылі, даслалі, зрабілі. А гэта, чыта чы гэта гэта медэя, але ўсё гэта грамадсказначная і важная. І вот я просто згадываю, ўчё рамыла ситуація с тым митэнгам за батік, і так сама там все пашлі фотографы, і нашы фотограф там суперкласны издэнкі нарабіла там верім шматы вида і ўсё. А пасля чыта чы анлайнера даслалі фотка зверху, ну, там бачна, што, ну, калі там митэнги не праўладныя збираюць, там, сотні тысяч дарогі вся заняты, а там, ну, як кучка людзей, і это вельмі так, ну, паказальна і на контрасте вельмі паказвае, да, ну, як гэта выглядая, калі мы прановаем праўладны і не праўладныя митэнги. І гэта так сама вельмі така разынка, каторая дадала разумэння масштабу всього дзэння. Гэта вельмі класна, і толькі чыта чыта чы анлайнера анлайнера даслалі гэта з дымак, бо ж ні у кого гэта гэта фото не было, і павсюль пашол гэта фото з лагэтапам анлайнера, і гэта класна. Дзякуй, Наст, што ты дадала, і я хатіла ёшчы сказаць, што напэлно мне так падаецца. Паправці мене, не пагадзіціся, ті пагадзіціся. Гэта сітуація, як пра яку ты расказала зараз, пра таго чыта чае, які даслаў толькі анлайнеру. Насамраць, што макчыма ёсць чыта чы, які даслаўць толькі нашы нивіці, толькі тут бай, нікай ёсць падзяління, не ведаю, така свая аудиторія, ці вы адчуваецца, што нік вы можэцць зматывіраваць сваю аудитору, ці гэта не патрэбна сёанне, ці гэта просто людзі робець, таму што, як ты кажеш, гэта нильга не робіць. Ну, мне кажется, что в нынешній ситуации излишний какой-то эгоизм, он, ну, в принципе, ни к чему, потому что многие читатели, они присылают фото и тут бай, и нашей и онлайнеру, а вот они просто дублируют эти сообщения во все возможные чат-боты, чтобы это растиражировалось как можно масштабнее, да? Вот, поэтому, ну, здесь такой сохранять монополию на контент в таких условиях, когда все становятся очевидцами, когда сотни тысяч человек наблюдают за этим не у экранов своих там гаджетов, а вот прям, вот они очевидцами становятся. И это не какой-то вот прям эксклюзив, который ты вот утаїшь и скажешь, ага, это только у нас. Да нет, все видели своими глазами, а вы посмотрите. Поэтому, ну, какой в этом смысл? Не, вот смотри, в том плане, что можете, может ли каждый из медиа, например, дополнительно мотивировать, вдохновить, то есть вы, наверное, просто вот даже можете подписать имя, да? То есть это уже какая-то, может быть, для кого-то это тоже мотивация. Может, вы что-то еще используете для этого, либо нет. Ну, это в первую очередь вопрос личных предпочтений человека, кому-то больше нравится онлайнер, кому-то Тутбай, кому-то наша Нива. Дополнительная мотивация, ну, это, ну, благодарность читателю, потому что, ну, как, я не вижу каких-то других способов это сделать. Ну, мы ничего не дарим читателям, никак не можем им заплатить, но вообще мы, ну, как я и мои сотрудники, надеюсь, стараемся как-то по-человечески с ними общаться, потому что, ну, мы уже довольно давно используем чат-бот, и мы от него даже отказались, и мы завели аккаунт Тутбая в Телеграме, и, ну, это мотивирует более человеческий диалог какой-то вести, потому что в чат-боте там был просто ответ, и у человека было ощущение, что он с роботом общается, а в аккаунте там всегда чуть-чуть по-разному человек ответит, где-то с ошибкой, и тут читатель видит, что вот живой человек, и, ну, если у человека какая-то боль, если мы ему не можем помочь, то, ну, иногда мы можем дать какой-то совет, вот, дать там контакт правозащитников, вот там украли у кого-то близкого, мы этого близкого не найдем, но вот мы знаем, куда там посоветовать человеку обратиться, ну, то есть, мне кажется, человеческое общение, это тоже важно, ну, и на самом деле людей мотивирует присылать то, что их фотки и видео стараемся не проходить мимо. Да, вот, это вельми классная штука, вельми шмат досылают, и вельми важно все-таки это публиковать, так, может быть, не особными постами, али подборками, потому что тогда человек разумеет, что он гэта не в пустоту робит. Я хочу одразу попросить пробачивания у всех, что у нашей Нивы, которые досылают, и не отремливают отказу, просто потому, что у нас мало рук, и много поведомлений, о том, что в чат-боте мы отказываем реально не усим, это катастрофа, но мы не можем пробачить, скреласка, люди недосконалые, вот, тому хотелось подказывать всем, отказываем мы не усим, отказываем только, когда нам треба удокладнения по некой ситуации, причем это не разгорнутое, там, например, там, а я ки час, а какое место, а где, а что, ну, тубок, да, вот, без вот этого добрый день, без всего, без всего, просто, когда это реально идя онлайн, подчас акции, там сидеть, например, один дежурный редактор, альбутом два, это просто идя на разрыв, потому что на одном телефоне тебе телефонует там корреспондент, ну, другим, ты гортаешь эту стушку чат-бота, на третьей тысяче мониторишь там сайта, что там отбывается, короче, просто выбух мозга отбывается, и ты не можешь просто физично отказывать людям, там, просто некие банальные удокладнения, с плюсом это то, что, например, после акций нам часом досылают реально профессийные, классные фото с дымки, человек вот ходил, с дымал, после сел, напевно, опрацывал, потому что реально прям вау, кадры, классно, вот, не быта фотографы, когда рабил, и я тады, да, когда я избираю подборку, по-перше я пытаюсь, ци можно поставить ци не, там, подписывать аутерство ци не, можем мы ставить логотып, ци не можем ставить логотып, вот, и дякую, что дослали, и там, и комплименты, и все на свете, и я памятаю, что вот недавно мне эти ученые отказала, что, о, класс, типа, вам подобается, тады, может быть, я могу еще вам досылать, но с тем, что, ци могу я вам досылать, боже, конечно, 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 досылайте, и это, верьми, позитивно, потому, классно, что люди, вот, вот, готовы, сама, ах, верно, деля информуванне, че-то чоу, працывать. То есть им нравится быть просто с авторами, им нравится вместе делать медийный продукт, и рассказывать о том, что происходит. Да, и про мотивацию, я еще, но верьми важно нагадывать, просто, что, когда досылайте у наш чат-бот, у нас, например, замоцыванное, практически весь час висить поведомление, что вот это наш чат-бот шлить оповедомление сюды, и просто таму, что так само человек, что складано, чукать, где, куда их что досылать, калі ты ранее ничего не досылал, на пауне немаги тако сутубшицы просто, таму, и гэта раз, а два, это перед акциями, ну, по-моему, все коллеги нагадываются, таму, что я вау сих бачу, калі ласка досылайте сюды, и так само мы тепер практикуем просить людей открывать интернет, альбо там делиться интернетом, калі журналист просить, таму, што гэта так само вермі важна, і гэта так само саудзел чалавека у створенні інформаційних ресурсах сёння, нават просто открыть вайфай. Я хотела сказаць, што перед тем, как начинался наш, наша медиакухня, да, я прочитала один интересный очень текст на медиабарще, Андрея Бабарикина, и там интересно, что он пишет, что идеальный журналистский проект будущего, у нас будущее, кстати, наступило, я поняла, ну, кроме одного пункта, оказывается, что это небольшой коллектив авторов, но у нас редакции небольшие, да, белорусские, которые делают вместе с сообществом, здравствуйте, контент в обоюду удобных форматов. Единственное, что там есть ещё пункт на деньги сообщества этого, вот, ну, я думаю, что, наверное, это будет следующий пункт нашего будущего, который наступило, вот, поэтому настолько вот это вот ощущение солидарности общей и солидарности аудитории с медиа сегодня сильно, что, конечно, пользовательский контент, это уже не просто пользовательский контент до августовского периода, конечно, сейчас действительно все журналисты, ну, я рада была сегодня услышать то, что у наших спикеров в редакциях, которые сегодня к нам пришли, не было на самом деле разницы между тем, что у нас, что мы читаем в Telegram, что мы читаем на сайтах, то есть ваше отношение к верификации, к стандартам, оно одинаково, оно остаётся одним и тем же, это было интересно узнать, спасибо вам за это.